Друзья мои, всем привет! С вами снова Наталья Новикова. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу вам показать первое цветение моей фуксии. Распустилась у меня пока еще только одна расцветка, но я напомню, что я покупала три черенка в магазине Огород Маркет, и они у меня все стоят уже с бутонами. Но единственное, что вот первая расцветка как-то неравномерно у меня загибается кустик, нужна здесь опора. Я вот поеду в Максидом и обязательно куплю, потому что не нравится мне, как вот она расположилась, заваливается она на один бок. Вот та, которая у меня в подвесном, она равномерно по всем краям у нее аккуратненько свисают побеги, а здесь, конечно, нужна опора. Пока вот подручные средства поставила, чтобы, конечно, кустик у меня совсем не упал. Но я вам хочу сказать, что эмоции, конечно, просто потрясающие. Когда мне люди говорили, боже, у меня фуксимания, я развожу фуксию, у меня их столько много, я как-то так на них смотрела, думаю, господи, ну что такого? Пока фуксия не появилась у меня, я просто буквально влюбилась в этот цветок. Настолько, когда смотрела на фотографию, я не могла поверить, что у меня будет вот такая красота. Вот в детстве, наверное, те, кто моего возраста, помнят, как мы играли в такие куколки-цветочки, то есть брали цветочки и нанизывали на иголочку, вот бегали. Ну вот, по крайней мере, в мое детство было именно так. Я очень хорошо помню, что мы пытались найти какой-то красивый цветочек, чтобы у нас была самая красивая куколка. Так вот, наверное, фуксия была бы самая потрясающая куколка, потому что этот цветок, он просто божественный. Настолько я жду вообще с упоением, когда распустятся все другие расцветки. Ну, в общем, я, конечно, очень довольна. И даже если у меня не получится ее сохранить на время зимнего периода, потому что ей нужна пониженная температура, я на следующий сезон побегу в огород-маркет и обязательно куплю еще другие расцветки, чтобы летом она меня радовала вообще своей такой божественной красотой. Так что вот, друзья мои, поделилась я с вами своей радостью. Увидимся, услышимся. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok